Привет, мои хорошие! Встала я в один прекрасный день и просто не могу смотреть на эту желтизну. И нашла какие-то краски, которые у меня была. Одна краска 1066, а вторая половинка, или там треть, осталась 1075. Я помню, что 1075 с розовинкой, этот у меня холодный. Короче, я хочу затонироваться на пару недель. Потом буду осветляться. Всё, я уже намешала. Здесь у меня полтора процента и три. Всё в перемешку. Сейчас всё это вот так перемешаю и намажу на волосы. Посмотрим, что получится. Сейчас я накрасила свои корни. И знаете, чего я боюсь? У меня однажды такое было, когда я красила палет, и потом ничем я не могла вообще перебить эту желтизну. Ни тонировкой, ни ничем вообще реально. Всё красилось, всё тонировалось. А вот этот кусок, где я красила палетом, там была осветляющая краска, не порошок. Она оставалась жёлтой и не тонировалась, ничего не брало. И сейчас я переживаю, как бы вот эти мои корни, которые были с Йосом осветлены, 5 минут, как бы они вообще впитали в себя, взяли этот бы тонировку эту. Что, я возвращаюсь в свой яркий фиолетово-розовый, ой, розовый, серый цвет. Короче, вроде берётся всё нормально. Сейчас проэмульгировала по всей длине. Сейчас 5 минуточек и пойду смывать. Блин, я не могу с таким жёлтым как бы ходить вообще просто. Ленок у меня в гостях говорит, вот ты шустрая. Я вчера вечером на самом деле ходила, но потом уже устала под вечер, легла спать. А утром сегодня встала, опять смотрю на эти свои волосы жёлтые, думаю, нет. По сусекам пооскребла и достала старые эстель краски. Они всегда, короче, эстель должны быть. Какие-нибудь, знаете, вот такие классные, нейтральные, которые вы любите. Не дай бог, что вот так вот, да, раз и покрасилась утра. Надеюсь, нормально будет. Вот смотрите, что у меня. Видите, здесь он какой-то прям холодный-холодный цвет. Да? А тут вообще непонятно желтоватый. Я вот боюсь, как бы он не был у меня какой-то непонятный цветной. Экспериментатор, блин. Сейчас я сбрызгнула спреем, всё, немножко так вот их потрясла. Я их не люблю сразу мокрые, кстати, расчёсывать. Не расчёсывать, а сразу мокрые сушить, потому что так дольше занимает. Я сначала похожу вот так, а не сами вот немножко испарится влага с волос. И потом уже начинаю. Ну вот у меня такого не было ни разу, чтобы у меня корни были вот такие фиолетовые, а остальное вот так. Конечно, мы на мокрые не смотрим, не судим, да? Ну, вроде так, даже ещё чуть-чуть сравнялся, а не подсушились. Сейчас посмотрим, в общем, засушим. И если получится красивый ровный цвет, я тогда потом расскажу конкретный рецепт, что я там сделала, если что. Если кому-то понравится цвет. В конце расскажу. В общем, крошки, я посушила. И да, у меня получился у корней цвет один, по длине цвет другой. И знаете, в этот момент я радуюсь, что эстель краски держится очень недолго на волосах. И буквально через одну помывку мы увидим конкретный смыв вот этого вот отлива сиреневого, да? А через две помывки цвет сравняется. И этим эстель в этот момент мне не нравится, когда что-то пошло не так, да? На самом деле я передержала у корней, нужно было подержать немного поменьше. Или подержать здесь побольше, да? Но у меня краски было немного, поэтому в основном всё на корне. Я как бы вообще боялась, что оно не возьмётся, ничего. Цвет очень красивый у корней, посмотрите. Это эстель цвета 166, офигенные. 10,66, 10,75 немного с розовинкой. Очень красивый. У меня такое ощущение, что у меня как будто какая-то королева, волшебница такая, знаете, она дотронулась до макушки и оставила свой след. А тут как бы осталось, как было. Короче, я не знаю даже, что лучше. Так вот, у меня реально макушка сиреневая такая, а по длине другой цвет. Не знаю, как лучше было ходить с жёлтым, либо так. Ну, цвет вообще красивый. Вот если по всей длине, он очень красивый. Я им очень долгое время красилась, девчонки всегда спрашивали. Он такой холодненький, классненький. Ну, короче, сейчас буду через день мыть голову. Как раз оно через, ну, к тому времени, когда мне нужно будет уезжать, всё уже подсмоется, и я тогда возьму краску профессиональную. Посоветую с девочкой, которая красила. Надо её в реале увидеть с блогером, да. Ну, вы её тоже знаете, но, в общем, пока не хочу раскрывать все карты. Посмотрю в реале, что получилось, как получилось. Она мне даст такое, какие советы. И я покрашусь, и потом вам всё подробно расскажу. Потому что там, вроде, цвет такой, как я хочу, и с одной краски всё получается. Ну, вот, короче, вот так вот. Не знаю даже. Не знаю, как я себя чувствую. Всё, мои хорошие. А, кстати, по поводу экспериментов с волосами. Девчонки, я реально экспериментирую. И здесь я, вроде бы, даже сделала, как я понимаю, полезное дело, потому что волосы осветлят, и не тонировать нельзя. А говорят, что поры открываются, чешуйки вот эти вот открываются, ленок там ходит за ней. А ведь чешуйки открываются, и волосы становятся очень хрупкие, поэтому его обязательно нужно тонировать. Поэтому я сразу, видите, затонировала спустя чуть-чуть времени, просто чтобы заполнить волос, да. Ну, и с жёлтой не ходить такой страшный. Вот. Ну и всё. И... А, по поводу советов. Мне всё советуют. Возьми то, возьми это, возьми третье. Раньше мне нужны были советы, потому что я искала какую-то краску. Но сейчас я реально экспериментирую. Приходят какие-то краски ко мне, приходят какие-то идеи, какие-то недорогие краски, какие-то дорогие краски. В общем, то есть мне... Я не ищу конкретно что-то прям, чтобы супер-пупер было. Я экспериментирую сейчас. Вот. Поэтому не волнуйтесь, не переживайте. Всё под контролем, волосы мои целые. Просто смотрите, что я беру, что я крашу, что получается. Делайте свои выводы. И всё. Я вас целую, люблю. Прощаюсь за следующее видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok